добрый день в студии укрлайф ТВ это укрлайки на укрлайфе Кирилл Молчанов, Алексей Кубин, Александр Ишмедилов и продолжаем я сегодня в рубашечке так вы знаете так Юченко на заднем написано со времен оранжевой революции. Вам только не хватает маленького Тарасика Юченко и все революции все революции. И банку с челами. Но на самом деле это все-таки вид такой ну вот я почему-то купил там казино было помните в Киеве были казино везде везде казино и вот цвет какой-то цвет. Это персоналы в казино ходят? Сотрудникам ЖЭКа такие выдают. Нет я хожу сейчас у меня во-первых есть китель но Саша сказал что не надо с таким треугольником я похож на электрика. Но вчера пришел Петрович кстати он говорит вот ты нормально ходишь потому что на районе где-то осторожнее на районе шапочка может поменять. Говорит а вот так в кадр на Укралайфе. Главное что да все-таки сейчас идут протесты в Гамбурге. Вот я в таком виде тоже протестую. А что там Петрович? Ты с Гройсманом договорился. Но я сейчас как и Петрович мы протестуем против капитализма. То есть против капитализма мы с Петровичем всегда протестовали и вот сегодня мой вид такой активный. А почему вы не в Гамбурге? Везер не летает или что случилось? Кстати цвета везеровские тоже да? Венгри они любили такие цвета. То есть сегодня нормальные люди вышли в Гамбурге, даже ночью, а эти, как пишет наш друг из Гамбурга, эти свиньи просто били людей. Ну вот эти, полицейские гамбургские, то есть переодетые, непонятно во что. В то время как это 20-ка островитяне, они же там далеко, это же вот эти чрезмерные меры безопасности. То есть реформа полиции Авакова, она и до Гамбурга добралась. Они требовали гамбургеров. Я помню, как-то участвовал в одном, знаете, в одной акции, такой антикрипасистический, конечно, иной мир возможен. В Вене, так нас просто с вертолетов сопровождали и кругом вот эти космонавты, все было мирно. Я так, ну я как бы, как бы, что мы делали. Я протестовал. Я шел за экологами, за ними безопаснее, у них было такое чучело кита, и я прятался за чучело, если начнут там бить, но нас не тронули, потому что все-таки мы не давали поводов. А тут люди никаких поводов, кроме того, что они против капитализма, против частной собственности, отношения обездушивающих. Вы же помните, да, мы проходили все? Отчуждение, да? Не против глобализма. Не против, как не против? Против глобализма. И против, против чем еще? А бабушки Меркель запретить протестовать не может. Живущие христиане, вот в Каменгагене, мы против Евросоюза. А нам, может, и хотело запретить им протесты? А нельзя? Ну, в общем, я уже выложился, да? Я уже выложил протест. Кстати, они-то все почему-то кричат, что главное зло это Трамп, хотя Трамп по себе это тоже антиглобалисты, и почему они его троллят, постоянно неясно. Молчано как-то тонко сразу, да? Очень намекнул. Мы в целом против, а он как-то сразу Трампа выгородил. Да. Видите как, да? Опять каждый раз продакт-плессмент какой-то, не понимаем. Ну, опять-таки, мы же понимаем, почему. Так, подождите, я еще так по Трампу пару раз и перееду на студию Ньюверсов снимать в Керлаке. Не, ну, мы же понимаем, что в гамбургере, да, вот, знаете. Не только гамбургеры, извините за банальную шутку. Да, не только гамбургеры. Не только гамбургерский счет уже потоньше. Да, и не только гамбургерские сосиски. Леша, это тоже очень известно. Гамбургская опера. Филармония. На секундочку. Там есть филармония. Ага, и музей под водой лодки надо. Ну, то есть там двадцатка сейчас, да? Да. Подробнее, что это вообще? Такое за безобразие. Что такое двадцатка, да? Это неформальный клуб, да? 20 самых влиятельных экономик мира. Мы против, вот. Ну, мы протестующие. Мы всегда против. Андрей, главное, мы против. У Митлева сидящий протест. Смотрите. Меньшинство тут протестующие. Смотрите, эти экономики, это 80% вообще мировой экономики. А, Алексей, лучше бы это не говорили. 80 на 20, по закону. Да, 80 на 20, да. На тем не менее, вот это 20 все решает, да? Вот Саша говорила, что G20. Да, если 19 G и 1 G, да? Просто крючок. Кто, кто, вот это G, да? Кто вот этот тайный запятанный враг? Кто самое, да? Славое звено. Ну, а вы, я вижу, так вот, следите за этим и как-то вам даже нравится, да, что там собирается? Конечно. Вы же анализируете политологи. Мы же политологи, да. Мы тоже собираемся. Андрей, а вам не нравится, что они собираются? Вот мы, у нас были такие мирные протесты, да, при советской власти. Просто были демонстрации нормальные. Вот скажем, ну, там, 7 ноября, да? Да вы жили, уже протест на самом деле. 100 лет будет, так сказать. И вот я помню, протест был такой, знаете, мы шли просто по Крещатику. Да, и потом протест на пообеду. И была такая, шутка такая была, что когда поменялись направления, колонна стала там, ну, не в сторону, вот, площадь Ленинского самолета, тогда называлась так, да? А обратно в сторону, что 60 лет шли не в ту сторону, вот, как бы такая шутка была. Это была ситуация с памятниками Ленина, потому что открыли новый памятник на действующем Майдане, а был раньше памятник, помните, на бульваре Шевченко. Алексей, вот Ким Ленин, да? Всегда они знают, что это такое. Нет, главное движение, но я помню другое. Вы-то КПИш тоже заканчивали, да? Вернее, придаёте там, придаёте. И вот мы с КПИ шли, с колонной пели песню, вот я её помню, она протестная была. Нет нейтронной бомби, мира я хочу, слава Леониду лечу. Вот так тихонечко пели и всё. И никто. Кто? Сейчас, что так, портрет перевернули вверх ногами? Уже, да. Сейчас и уходят в Гамбурге нормальные люди, и их просто лупят дубинками. А на самом деле это, конечно, очень так парадоксально выглядит, да? Я удивляюсь, почему там нету представителей Европейского Союза, которые бы кричали, что это же нарушение прав человека. Human rights и всякие. Да, отдайте им дома, пусть они в центре их займут, они же имеют право. А вообще, где наши FEMON, почему? Где вот это всё? FEMON, кстати, Александр, спасибо, что вы говорили. Где заявление послов Европейского Союза стран, что всё это нужно прекратить, да? Что нельзя так себя вести с мирными всё-таки вот этим протестующими. Ну, как-то вот страны... Демократия в опасности. Шутки шутками, да. Но мы-то понимаем, что это реакционнейшее собрание. Это, я так шучу, да? Это, что я понимаю, Укрлайкова. Именно парадокс служитца. Андрей, так себя в безопасности. Парадокс служитца, вы же помните? Ну, это, о Париже вот. Конечно, да. Ну, все же помнят, да? Ахиллес-черепаха и парадокс служитца. Но это критики. Дело в том, что это именно контрреволюционный комплот, да? То есть, революция мировая в мире задавлена. Начиная с этого года, ну, чуть раньше Бразилия, да? Сухарта. То есть, Индонезия, это ужасы антигумистические. И везде, везде. И сейчас, конечно, реакция, ну, по головку. Головку, 20 голов, гидро 20-головая. И они душат нашего брата. А как вам было приближать мировую революцию? Переходим к следующей теме. Это не мат. Рискованная. Такой гидрит уже, так голову отрубил, а там еще больше. Сразу вылазит, да. А вы слышали, да, Александр, в этой дискуссии, когда Алексей рассказывал, ну, нашей молодежи, как будет себя вообще, ну, можно сказать, вести человек при коммунизме, да? И будет ли порно при коммунизме? Так вот, был вопрос. Только это вопрос был только одного из частей. Мы обсудили детально. Будет? Будет, непонятно, бесплатно или бесплатно. Да. А молчат, скажут, что деньги отменят, а порно будет за деньги. Ну, правда, гран-чей. То есть, и порно исчезнет с деньгами? Да. Ну, это слово, да. Будет только самый сдат. То есть, действительно, по Гамбургу, по двадцатке это очень меня волнует. Я вот, я понимаю, что я должен быть там, но работа, и вы, опять же. Ну, порно все это не победил. И этот подвал все-таки, ну, как можно это бросить? На наш подвальчик, Саша. Да. Ну, это, я сразу призываю подвальчик и ассоциируется с Горьким и его этой поэмой на дне. Что мы тут сидим, как какая-то шарашка. И будем тут, как это, приближать мировую революцию. Там же персонаж был такой, дед, да? Дед. И Андрей себя ассоциирует. Я так понимаю, что… Вы же знаете эту историю, когда приехал Горький к Леву Толстому, по, так сказать, легенде. И Толстой говорит, ну, не очень, не очень, проза. И быстро Горький ввел, быстро этого деда, как бы, с Толстого списал. Леву Толстого или… Леву, конечно, Леву. Но не к Алексею же он будет ездить. Ну, хорошо. А какие ваши ожидания от результата? Да, вот это… Ничего хорошего, я не жду Алексею. Я, как всегда, я понимаю, что если… Андрей еще хорошего не жду. Я не дождался от социализма ничего, от переходного периода. А что, Петрович, ваш не порешал, чтобы Петр Алексеевич наш съездил в Г-20? Он же все может порешать. А завтрак об этом с Меркель, Макроном и Путином? Кто вообще? Почему его не выставили лотом в системе Прозора? О, кстати, да, можно. Завтрак с Меркель. У нас же было завтраки с Деевой. Кстати, да. За 10 миллионов. А так, знаете, завтрак с Меркель. Кстати, да. Завтрак Меркель, Путин, Макрон – это можно было принимать в транше МВФ сразу. Ну, а вот странно, да, почему вы не даете объявления, такие, ну, на ФСБ, да, что там завтрак, например, или там ужин с Молчановым, да? Не кажется, что там было бы… Работай за еду. Потому что, ну, люди же просто уже, да? Вот я не знаю… Вы бы купили бы завтрак с Молчановым? Нет, я думаю, что мы бы просто командировали… А завтрак Сашей? С Александром мы бы просто, видимо, как-то приносили ее к нам. Ну, эти завтраки непонятны. Будет же завтрак, где, к сожалению, кажется, не примет наш президент. Ну, без Украины. Да, да. То есть, нашего участия там не будет. А Мишин-то злодей обнаружил знания предметов. В студию-то показывали, мы даже… Что? Мане вспомнил. Мане. Завтрак на траве, дескать. Завтрак на траве, да. А я говорю, лучше бы Стругацких перечитал. Завтрак на обочине. Пикник на обочине. Вот к чему все идет. Ну, а от кого из… Тогда уже лучше перечитать из Стругацких «Трудно быть Богом». Вот. А от кого из мировых лидеров вы ждете каких-то подвохов? Подвохов. Да, от Трампа. Он опять разругается со своими западными коллегами. На тему климата. Конечно. Я думаю, что Трамп просто со всеми заключит новые энергетические договора. Он чисто так по делу поехал. А мне вообще Трамп напоминает такой, знаете, помните, передвигающийся торговец. Приезжает так. У нас тут есть бомбы, у нас тут есть газ. Часы. Часы. Боеголов. Выбирайте. У меня другой вопрос, Алексей. Смотри, вот. Трамп приехал в Судовскую Аравию, впарил оружие на 100 миллиардов. К Катару. Да. Приехал в Польшу, впарил на 7,5 миллиардов патриотов. Еще и газ. Приехал Порошенко к нему, впарил ему уголь с Менсильванщиной. Что он будет завтра сегодня парить Путину? Вот что? По-любому что-то будет. А что будут Ангелы Меркель впаривать? Аляску продать. Реально продаст Аляску. Вы знаете, Аляску, аляску. Не хотите? Скидочка. А помните, да, группа любая, любимая группа, кстати, Путин? Да. Сейчас они уже не поют. Там же у него уже какие-то проблемы были, да? Или поют еще. Кстати, не доносится. У нас же просто мы блокируем. В Украину мы не пускаем никакой контент. И любой тоже. Так у вас же наоборот запрещенка. Вы же следите. Мы уже шутили. Когда СМН организует третий этап блокады, то он будет просто блокировать воздух из-за поребрика. Он туда не дул, в принципе. Но задувал вот это «Отдавай-ка родимую в зад» старая песня про Алясочку. Про Алясочку. Так что, наверное… То есть, все-таки… Нет, но есть шлифы. Вы же помните, когда шутили о том, что Кабаева говорит, «Я просила купить Коляску, а не Аляску». То есть, ну как бы и проблемы просто с… Да. И говорит, и Крем, а не Крым тоже, да. Спросила, да. Ну, хороший такой юмор такой, да? Политический. Какая сдвигология. 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 Да, ну а от кого вы еще ожидаете? Например, как вы думаете, будет вестись, например, лидер Китая? Да, мы знаем, что он до этого встретился с Путиным, да? Посетил, да, посетил. Я видел, кстати, случайно нажал, раз, видео такое. Я пытаюсь нажать быстро, чтобы не было. Вот в Ютубе, они же все засаяют. Ну, я не знаю, кто покидывает. У Андрея какой-то странный Ютуб, который… Я четко… И Путин так постоянно проявляет. Я всегда захожу на «Украинскую правду», да? Но почему-то… Путин вместо «Украинской правды» вытягивается. Китайские же… Спойлер, спойлер. А китайский лидер вытягивается вместо «Украинской правды»? Встреча, встреча. А я сразу раз, знаете, Алексей, и взял китайскую классическую книгу «Перемен» «Идзинь». То есть он вас вдохновил? Я гадал на книги «Перемен». Он вас вдохновил, да? Да. Гадание. И что вы нагадали? Ну, во-первых, «Идзинь», китайская классическая книга «Перемен», она была… Если вам это интересно, конечно, да? Саша, вы не представляете? Мне очень… Гадание, да? Ну, давайте. В чем с Петровичом гадали? Ну, это… Подождите. У него есть астрологические… То есть помимо выходных вы еще и побудете с Петровичем. Знаете, это еще такая реклама. Обращайтесь. Обращайтесь. Вы хотите погадать? Но китайская… Карта Таро. Да? Карма. Исправляю карму. Чищу карму. Мауру. Андрей. Когда мы думаем, что вот мы играем в азартные игры, скажем, в домино или в карты, на самом деле это… Городки. Это закодированные эзотерические древние знания. Просто древние… Монахи египетские, которые играли в домино, специальные там большие были такие… Ну, в Чапаево. Они знали, что все будет уничтожено, все… Ну, в библиотеку или историческую сожгут все. Только порок не уничтожим. Только с пороком, с азартом можно передать, ну, грядущим поколениям какие-то знания. То есть так они построили пирамиды, да? Нет, так они передали азартные игры нам, то есть вот завещали. И среди всего прочего, конечно, вот это вот азарт, это увлечение людей картами… Но вы как-то откладаете, Андрей. Нет, нет, я сейчас вернусь к книге «Перемен». Это долгая история. Вот эта вот именно порочность, она только вот… Она передается и она… И я поэтому, когда пришел… Ну, Ваня пришел, откуда пришел? Из ССК армии пришел я и в университет… В наш университет на «Красный корпус», да? Да. Я знал, что… Дитя порока, помните? Да, это другое. Вот именно китайская классическая книга «Перемен» и «Дзинь». Там же пяти книжек, да? Да, конечно. Ну, проходили же. Вы коротко услышали. А мы именно… И вот эту книгу я пошел в библиотеку нашу и заказал. На букву «Щ» ничего не было. «Щуцкий», Юка. Его, кстати, репрессировали, не так смешно. Вот. И там мантическая часть гадательная была выброшена. Давайте к сути ближе. 1500 экземпляров. Хитро еще. Красный фолиант такой, да? Я считаю, это хорошая, кстати, история. И я быстро набрал букву… Ну, в этом нашем… Бумажном, помните такие ящики, да? Как вы набрали там букву? Ну, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот отлистал. Именно «Наше», Алексей. И раз «Шуцкий», то есть перепутали, новенькую книгу мне дали. Вот это, знаете, искушение. Хочется, конечно, украсть, но нельзя же в библиотеке. Единственный экземпляр – дали вот именно с выносом из читального зала. Знаете, говорится, если очень хочется, но если очень хочется, то можно. Саша, вы женили, да, книгу? Она такая очень красивая. И я ночью… Я не была у вас дома, я не знаю, как она выглядит. Я верну, я верну. И вот я листал 64 гексограмма – это очень много, долго рассказывать. И вот это, ну, гадание, там же есть листья тысячелистника, да, а есть на монетках. Конечно. И я гадал, ну, конечно, девушку, да? А на кофе есть, на гуси. Это другая. И вот я гадал девушкам, неделя прошла, нужно сдавать книгу, Алексей. Нужно сдавать книгу. И думаю, ну, как же, как же… Как я могу ее отдать? Питался перефотографировать, но это неудобно, да? Фотоаппараты были такие, помните, большие? Ну, конечно, да. Как книга, да? Фотоаппараты были неудобные. И у меня не было. Ну, и освещение. Размером в комнату. В общем, это не блуап, даже вспоминается Антонионе. И вот я понял, что нужно научить эту женщину, библиотеку, что? Гадать на книге перемешанной. Чтобы она вам гадала. И вы не приходили? Нет, чтобы с порогом, и никуда она больше никому не отдавала. Чтобы с порога не было порога. И она освоила нехитрый способ гадания на монетках. То есть вы научили ее? Конечно, конечно. И я приходил, приходил в библиотеку, когда мне нужна была, ну, девушка мне гадала, не многим, конечно. Ну, те, которые… Только симпатичные. Нет, ну, это было на первом курсе только. Какие велись, сидел и жили на дом. Так вот. Она встречала меня, встречала меня с такими глазами, так, знаете, держала книгу, вот его как. Она в столе у меня была с ребенком, и она говорила, все сходится. Вот человек такой был. И все было нормально, ровно три года. А потом она ушла на пенсию, и книги не стала. И страна развалилась, чертял, понимаете? А потом, кстати, переиздали. А куда книга исчезла? Книгу, ну, куда она была исчезла? Конечно, библиотека, что это шпарок. То есть она ее с тобой тащила? Она, конечно. Она просто, я не знаю, тащила или как она ее смогла. И вас лишила книга. И все, да. И с тех пор для меня китайцы, это всегда, вот я вижу, вот я захожу, и раз китайский лидер приезжает. То есть вы видели китайского лидера, и у вас сразу вот это гадание. На философском факультете был случай, когда на летней сессии приходит молодой человек в открытой обуви, в шлепанцах. И на экзамен вместо шпаргала приносит философский энциклопатический слайд. Кто не знает, хорошая толстая книжка. И в больших наших аудиториях летом сквозняк. Открыли окна, все, и дверь на распашку, специально профессор для того, чтобы дышали все, открывает дверь и окно. И тут вдруг хлопает дверь, в перепугу выпадает философский энциклопатический словарь, перебивает палец на ноге, и приезжает скорая, на носилках уносит человека, пострадал во время экзамена, сдавал, называется философ. Пострадал от науки, Саша. От науки, от науки. Провоцируйте меня к разным историям. Я знаю, столько на Новый год мне Дед Мороз сгорел, но это другая история. Вот это история. Когда подожди Дед Мороз. Почему в июле Дед Мороз? Припасите к Новому году, конечно. Перебережем, прибережем. Я думаю, что просто Андрей считает, что Трамп похож на Деда Мороза. Он с подарками порезает в мировой политике. Леша, с китайским миром это очень важно. Все-таки, что для вас сегодня, вот эта сверхдержава Китай, да? Да. Это же вы-то что? Я служил на Дальнем Востоке, я был близко. Так пока он не начал, давай все-таки реплику, потому что это долго. Да, да. Хорошо. Я думаю, что по поводу G20 мы еще обсудим результаты. Что мы ждем от китайского лидера? Конечно. Что мы ждем от китайского лидера? Перемен требуют наши сердца. Медленных. Медленных перемен. Я думаю, что Андрей ждет, что китайский мир все-таки наконец-то приедет и привезет ему эту книжку. Именно вот ту книжку. И коммунизм. И коммунизм. Тут есть запрещенная шутка. Ведь китайцы, они же заходили в Крым, да? Помните, робко так заходили. А сейчас я читаю опять какая-то информация дурацкая, что какие-то турбины туда проникли. Это Сименса же, не китайские турбины. Как это? Или что там? Судзуки или какие-то нибудь эти турбины. Это как французские. Санкции везде, санкции, да? Крым перекрыт. А был бы Крым вот как он должен быть, как он есть, то китайцы бы уже зашли туда. Скажите, мы с коллегами согласуем. И когда будет лететь с Гамбурга назад в Пехину, он вам по дороге скинет самолет. Так нишку сверху. Скинет на Киеве. И будет изучать картинки там. Там гексограмма, триграмма. Гексограмма. Это же инь-янь. Прерывистая непрерывная линия. Ну я вам погадаю. А вы до сих пор используете это? Нет, уже режу. Почему? Опасно. Потому что, Алексей, время такое, что... Опасно. Я всегда знал, что в украинской политологии в нашей экспертном пуле не хватает ванги. Ванги. Ванги просто предрекать развитие всех событий и процессов. Забыли, забыли. Китайский главный принцип, увы, не деяние китайские, да? Это как раз следование переменам, следование естественному ходу вещей. Да не значит, что неделание, безделье какое-то. Вот увы. 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 Давайте поговорим об увы в нашем Верховном Совете. Вот. А в Гурсовете что творится? Увы какой. Да, хватит скакать с темы на с темы. У нас есть порядок. У вас плавный. Верховный Совет. Да. Но на этой неделе наш Верховный Совет ознаменелась нами таким вот супер-шоу. Регламентный комитет. Американским сериалом на судебную тему. Первый сезон. Первый сезон. Первые пять серий. Шесть направлений Генеральной прокуратуры на народных депутатов, да, на лишение их неприкосновенности. Да, вот давайте обсудим. Наконец-то. Как вы видите… Вы какую версию смотрели? С субтитрами или субтитрами? Какой перевод? Переводом? Кураж Бомбей, да. Регламентный комитет в переводе Кураж Бомбей. Ну давайте начнем с первого, да, кто у нас был первым? Господин Дэйдэй, да, представитель Народного фронта. Вот как вам рассмотрение его дела? Да, когда он сказал… Он оправдал свое имущество тем, что вот его жена знала какого-то миллионера. И вообще он встал на Майдане. Да, да. Он встал на Майдане. И вот миллионер ему дал в долг. Да, что там три миллиона. Да, да. Мне очень понравилось, как миллионер… Мне рассказывали, кому вы давали в долг? А я, говорит, просто приехал и дал там… Я эту женщину первый раз видел, просто дал в долг. Чего-то нам никто так не дает, просто в долг три миллиона. Нет, ну смотри… Но Дэйдэй такой метросексуал, да? Он такой именно вот… Из таких одесских демажоров. Он так выглядит нормально. Ну я так просто посмотрел. Ну у каждого свои признасть, если там… А как Луценко отвечал он так, да? Да. Такой, просто ничего не боится? А потому что он… Не, ну просто роль играет. Иммунитет просто. Ну так это же, да, постановочное все было. Да, конечно. Это наш ролик. Я поверил вам, что… Да, генпрокурор там по сути… Андрей, вы там опытный человек в театре в кино и поверили. То есть качественно сыграли. Только книгоперемен. Ну потому что Дэйдэй метросексуал, а Луценко у нас метра двадцать. Ну то есть они себя вели совершенно, конечно, все эти ваши и наши, да? Народные. Да. Ну народный фронт стал таким фронтом… Наверное, не народным, но единым фронтом. Единым фронтом не даст в виду своих депутатов. Кстати, мы подсказываем народному фронту. Возможно, действительно, это будущее название совместной партии, да? Сбуком Петра Порошева. Это единый фронт? Единый фронт? Нет, 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 нет. Это как единая Россия. Тут надо… А мне нравится, как единый антинародный фронт. Единый… вот. Фактически. Ну, что вам скажу, миссия провалена. То есть? Прокуратура не справилась. Смотрите, кто на второй был? Лазовой? Нет. Долгий был. Долгий. Вторник это да. Долгий. Алэсь, да? Долгий вторник. Долгий вторник, но рассмотрели быстро. Да. Вот как вы оцените вообще обсуждение все, что там происходило в зале? Ну, живенько. Живенько. Долго. По крайней мере, Долгий достаточно уверенно чувствовал себя и понимал, что… Ну, да. Он уже на землю всем раздавал, не только Эдима Черновеска. У него все равно некий такой иммунитет. Вот. Позволяющий ему чувствовать себя вальяжно, спокойно. А как вам был такой пиар-ход, что я готов, чтобы с меня сняли неприкосновенность? Медленно. 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 Ну, ты же понимаешь, что главное прям… Заявить. Ну, он был первый, кто заявил. Помните такую его известную фразу, да, Кириллов? Да. Он говорил, что надо депутатов сажать как цветы. Ну, то есть, я так и не понял, грядками или как их там… Нет, а Семеновна считает сановником или кем? Ну, то есть… Не, я думаю, Семеновна считает несостоявшим… Знаешь, старые бывшие шины надевать просто на депутатов. А, можно так. Сажать как цветы. Говорила шина Павлова. В общем, я так вижу, что Луценко несостоявшийся прокурор Вишинский просто. Депутат… Его таланта нет. Он, помните, когда была фраза «Дети – цветы жизни», а теперь у нас депутаты. Цветы. Цветы. Цветы жизни. Если, честно, полезного от них только кроме фотосинтеза больше ничего нету, то в целом они как бы… Да, депутаты – цветы жизни. А Рада, на самом деле, почему стеклянный купол? Нет. Это такая оранжерея. Оранжерея, кстати, да. Там прорастают редкие экземпляры растений. Причем со всей Украины. География обширная. Так можно пора брать деньги за вход туда. Кстати, и наслаждаться ароматом. Ароматом? Понятно. Ароматом из буфета. Из-подкупа. Именно из букета. Букет – это что-то слэнги. И пчелы летают. Вы знаете, что такое букет на слэнги вообще нету? Нет. Вот проверьте потом. Ну, просветите уже. Сказали, а? Скажите. Нет, это лексика не наша. Я думал о другом. Довгий – он же такой очень человек, но он чистый человек. Он такой лик. Вот такой насильник. Он такой лексик. Не только дворный, да? Это один из святых Андрея Митлева. Это один из святых Андрея Митлева. Во дворе у меня площадка еще. Там написано «Алэйс Довгий» на площадке. Ну, какая-то детская площадочка. И вы так ощущали прям, да? Потом ее разгромили и сделали спортплощадку. И сделали взрослую. И снова появился Олег Довгого. И он же в этот раз что сказал? «Я из страны никуда не собираюсь уезжать». Вам понравилось? Ну, конечно. Это же, говорит, патриот. Ну, вы понимаете, что, во-первых, это… Земельный патриот. Не просто там какой-нибудь самородок. Это же наследственная династия долгих. Все-таки. Воля народа все-таки. И он долг, и папа его долг. И все у них долгие. И чья воля? Все депутаты, так что все уже как бы… Хорошо, третий день. Господин Лазарев. Не, долгие… Поставим. Вот у Кир Мурата есть долгие проводы. Никогда в жизни их никуда не выпроводят отсюда. Потому что они всегда будут возвращаться. Да, конечно. Потому что недаром все равно называют «Космос плачь». Все-таки космическую программу еще не сократили в стране. Надежда вообще на космическую отрасль. Только на «Аласик». Космодром на «Чайке» в 2020-м. А помните на «Бега». Новый политический слог. Вот никто ж не бой, как довгие ездили на «Черновескию» на «Бегаут», на «Ипподром». Это же было такое, что там код «Золотой слиток» они просто разыгрывали. Крутили в руках. Вам нравилось. Сам «Черновеский» же давно живет в Батуми и хорошо себя чувствует. Вот так. И ничего не слышно, кстати, о нем, да? А почему там с семьей? Не звонит по мне? Очень я переживал насчет… А Петровичу. А Петровичу тоже нет. Кстати, «Черновеский» тут у меня есть на истории с «Черновеским». Я вот сейчас уже расскажу. Можно, да? Конечно, можно. Однажды я работал. Вообще не сдерживайтесь. Я на «Интере» работал когда, да? Но на первом канале, на первонациональном канале, тогда еще был там первым, но у Т1, да? У меня с друзьями, я говорю, давайте сделаем эфирчик «Черновеского» один. А он такой еще был, ну, как бы никто. Ну, и мы приглашаем его, приходит. Это было до того, как он стал «Черновеским». Ну, там какой-то банк у него был. Он же проректором был в Киевском университете, вы знаете? Да, вот он был там в науке, он был. Академический. Да? В Киевском университете. Да, ладно. А какой факультет? Вообще проректор университета. Нет, такой факультет он закончил. Нет, он же юрист, да? Да. И вот он такой человек, такой импозантный. И так выступал, а мне там главное было все, ну, как бы сделать, чтобы все было хорошо. И потом он так идет. То есть вы его не в караоке на Майдане позвали, а нормальные передачи? Нет. А он такой физически крепкий такой. Ну, а я понятно. И он так меня как-то приоритет. Я понятно. И что, говорит, вот спорим, говорит, на «Интере» никогда я у вас не появлюсь так символически звучит. Еще «Интер», еще тот «Интер», еще «Зенченковский», вот еще тот, который еще, даже не скажу. Легендарный. Ну, после Плужникова уже. А я так говорю, да что вам, зачем «Интер»-то вам нужен так? И как простился. Потом он становится мэром, да. Довгий кругом выступает, землю раздает. Думаю, ну как же я… Упустил свой шанс. Нет этого. А погадал бы на книге «Перемен», раз, глядишь, гексограммкой подсказал бы, что делать. Выглядит, получили бы два шина земли. Вот. И не сидели бы здесь. Да. Сейчас землей занимался, надо выращивать, черешню вот такие сегодня купил. Цветы депутатов выращивали. Депутатов выращивали. Свой цветничок был. То есть я пропустил. Селекционные депутаты выращивали. Лично я промолгал Черновецкой. Не знаю, как вы, конечно, сработали политологи. Ремонтантный депутат, понимаешь. Устойчивый, с ГМО. Да. Но, Саша, помните, Довгий все-таки он всегда был, вот он блистал на этих заседаниях. Очень быстро он все, ну как-то он делал быстро, да, вот этот юноша. Смотри, что вот это ваш кумир. Я так понимаю, по законам театра, он должен появиться в студии. Конечно. Смотрите, он будет долго появляться в студии. Он же долгий, наверное, да? Олесик. Смотрите, ну, третий у нас было направление по поводу Андреа Лозового. Вы просто их каждого избираете. Андреа Лозовой известен своими мощами святыми. Да, мне очень, кстати, понравилось во время рассмотрения его дела, что он такой говорит, вот Луценко говорит, вот мы тут оценили, что у вас крест с мощами, да, там что-то около 100-120 тысяч гривен дороже. Он говорит, вы что, это бесценный крест. Да, мощи-то не бесценные. А вы его вот так оценили, какие-то там 120 тысяч, бесценный крест. Представляете, в декларации написано, вещь бесценная. Нет, я думаю, надо было не останавливаться и вообще позвать патриархию, чтобы они анафему выписали за это Луценко. Вот. А по-моему, он говорит, а давайте вместе после этого дела, мы вместе пойдем и поклонимся. И поклонимся. Не, поклонимся сюда и больше. Ребята, для мастеркард, знаете, когда там типа пончик 20 гривен, мощи 100 тысяч гривен. Говорит, для всего остального, а нет, мощи бесценные, для всего остального есть мастеркард. И он так пламенно выступал. Луценко обвинял чуть ли не в том, что Луценко… Холодная коллекция холодного оружия. Холодного оружия, да. Поднял декларацию Луценко. То есть уже началось такое какое-то вообще абсолютно странное, да. Пришли его какие-то адвокаты уже. Пинг-понг уже начался. Да, да. Пришли адвокаты, он такой говорит, тут мой свидетель. Потом говорит, ой, ну это не свидетель как бы. Соучастник. Обвинил Луценко, что у него коммунистическое сознание. А Луценко потом говорит, а вот у тебя православное сознание. Православное. Духовные скрепы нашел. Холод не назвал, там как бывают высказывания и покрепче, но сдержался. Очень странное такое было рассмотрение. Мне казалось… А сам повод, что он сказал, что он получил наследство от дедушки в Москве какое-то? Огромное. А это самое интересное. Откуда у вас дедушка в Москве? А из Подмосковья? Из Подмосковья, да. Еще до всех этих… До революты 17-го года. Да, Юрий Долгорубов. Домик. Он там был в Москве. Кстати, вы смеетесь, да? А мне вот написали, ну просто слушают же нас постоянно люди, и в том числе вот оттуда, куда мы не все слышим, оттуда, а нас слышают туда. Из-за поребрика? То есть, заедушечки расставили. Вы там в студии рассказывали, что молодежь вышла во всех городах, там дети, ну против якобы там власти, режима, да, ну против Путина даже. Вышли просто дети. Вы посмотрите, сколько у нас, статистка, у нас детей в Московской области, и какие-то миллионы просто мне бросили, специальные цифры, чтобы я понял, что их гораздо больше. Поэтому там 5-10 тысяч это вообще не считается. Это пассоциация. Ну а домик? Домик в Москве. Дедушки Лозового. Как же? Дело в том, что все-таки сказывается отсутствие не только юридическое образование генпрокурора, но еще и фантазии. Ему надо было сразу переквалифицировать дело из вот неуплаты налогов в Держраду, потому что только одна связь с дедушкой из Подмосковья, это однозначно уже вышка. Уже УК Кремля, кругом все. А он так просто поедет. Вилы Кремля просто. К домику. Поклоняться своим святым мощам. Домик дедушки. Вот как-то сейчас, наверное, в Киевской области я не видел, но в Подмосковье сейчас постоянно же ездят в Москву, везут ягоды. А в Киеве нет? Вот он бизнес, да? Корзии навезут. Ягодное лобби, вот это знаменитое. А я просто, у меня же отрочество, я там ездил в Подмосковье. Так это тогда было. И вот эти ягоды, они что делают? Вы в Польшу водку водили? Разные истории рассказывали. Это было раньше. И вот когда люди ягоды играют, у них корзины огромные, но они все без билета. И вот у меня сейчас корзина спокойненько, да? А у Митлёва всего корзина такая, книжка вот такая, фотоаппарат вот такой вот. И забегает человек такой, сигнальный такой, говорит «Контра!» И все скакивают с этими корзинами и бегут. Ну то есть бегут по вагонам, а потом они перебегают. Ну контролёры. Андрей, а вы случайно там не видели? Я не бегал. Нет, я не бегал. Вы случайно с ним малину вместе? Нервали? Дедушки. Вот сейчас же черника пошла, да? Поэтому они бегают с черникой. А, то есть вы видели? Ну это же я расскажу другую историю, не про вашего, этого несчастного депутата. Просто образ какой, да? Люди сидят с корзинами полными ягод и потом перебегают по… Но не все успевают сесть. Потому что когда перебегаешь… Вот не все успевают сесть. Ну да. Потому что один прокурор-то один. А чего вот с этими привязальскими депутатами? Ну конечно не лишат их никакой неприкосновенности. Да подождите, там же черт еще Поляков и Розенблат. Вот есть ли Блат и Розенблат? Расскажите. Или Блат закончился на Полякове. Черная полоса пошла. В жизни Леонтарной Республики. Да, Блат. Блат. Блат закончился на Полякове. Хорошо, но я думаю, что по поводу Лазенблату хочется что-то добавить. Сейчас подожди, еще одна реплика, это еще на полчаса. Потому что я ожидал, что, знаете, для вот этого шоу для конца не хватало только одного. Вишенки. Да, вишенки. Не маленькие, а вишенки. Олег Ляшко, который бы забежал на костюме Супермена. И всех лишил бы. Не, не, не. В шароварах. Не разрешу. Он должен был забежать в шароварах и танцевать гопах. Вот смотрите, вы мастера такой. И у колот Луценко вилла нельзя. Этимология всех этих вот словесных, я бы сказал. Насадить на вилла. А вот Лазовой-то ближайшее как бы созвучие. Ну понятно, Довгий есть, другой Довгий, очень порядочный человек такой и так далее тоже. А вот Лазовой-то так же сразу. Помните, тот вот этот страшный депутат, который стрелял по крестьянам из ружья. Вот это как фамилия была? Лазинский. У меня в время кульцион в голове, да? Ну его же там лишили всего и посадили. А потом отпустили почему-то. Нет, потом опять посадили. А сейчас он где? В СИЗО. Да? Да. Вы меня успокоили. Спасибо, Кирилл. Вот я просто всем Лазинским. Да, потому что он же просто. Это цветок посадил. Да? То есть я так понимаю. Ты знаешь, после этого вот уколол бы вот так вот Ляшко Луценко, он так-так водичку пьет и поливает сразу культу. Потому что у него как у Тома и Джерри, помнишь, так вот кругомарот воды в природе уже. То есть Дену продавал надувной. Или не хватало какой-то коровы, да? Вот на заседании комиссии. Помните, картины были? Один из депутатов принес картину, показывал там прям уже, да? То есть говорил, видите, она не стоит столько, как вы тут думаете. То есть все было. Вот не хватало какого-то вот такого вот чего-то. Нет, ну не хватало, конечно, звания, главное скотиняки, понимаешь? Да, вишенки. Вишенки на торте. А вы смотрели по телеку-то или ходили? Конечно. Андрей, а что делать? В портеле места брали. Да, мы ходили, мы покупали билеты. А вы что не смотрели? А билет... Андрей, в отличие от нас, не комментирует всю эту гынуху, понимаешь? Там, кстати, на эфирах, а она приходится. У кого были билеты подороже на это шоу, так они даже имели права голоса. Голосуем за снятие, а не голосуем. Голосуем за частичное снятие. Ну кто там у вас еще остался? Ну смотрите, у нас еще Поляков и Розенблат. Розенблат и Париков, да. Ну на этой неделе, да? Ну с Поляковым все было точно. Спокойно. А с Розенблатом поинтереснее. Антисемитизм ползучий, а Розенблат сразу такой раз и паузу какую-то. А вы чувствуете, да? А я чувствую сразу, если вот, не дай бог. У меня в студии такое не проходит. А мы только что ели кошерную шаурму. Да, между прочим. Возле синагоги вот я показал им точку. Да, действительно, конечно, там есть даже сертификат. Синагога Бродского, это же театр бывший кукол. Да, конечно. И в детстве тоже ходил. Да, да, да. И сейчас ходил. Там же рыбы были, плавливый аквариум. Сейчас там форшмак, наверное, в столовках там нехорошая. Ну, поляков и Розенблат. А поляков вчера тоже пыталась показать какое-то видео с флешек, что-то там они такое зачитывали. С янтарных флешек. Да, с янтарных флешек. Кстати, Андрей в янтарном цвете. Я так вижу уже у меня просто. Это просто представитель янтарной республики. Как вы оцениваете хорошо Полякова, вот это все рассмотрение делал? Я только Полякова знаю вот эту певицу. В кокошнике? Вы тоже ожидали, что, а что это на заклама? Господин, на рекламе на комиссии, говорит Поляков без кокошники. Разглаза это его сестла, вон она повсюду. Я думаю, в рекламе она. Нет, нет. Как вошли я должен был прийти в луценке, чтобы привлечь внимание к себе. Дедушки там каковшины. Так а что ему там шили? Шипак – это янтарные дела. Было очень интересно, как Луценко цитировал переписку из ватсапа. Мне нравится в начале, цитую, запись така-то-така-то с флешкой и дальше по тексту, прям так очень это все звучало постановочно. Я думаю, что между прочим, у Луценко есть прекрасная возможность, как только запустят новый театр на Подоле, пойти суфлером. А тормозят какие-то злодеи. Я думаю, что как раз плачет, просто рыдает. Это можно туда перенести, кстати, регламентный комитет. Кстати, и про грансляции устраивать. И билеты продавать. Первый сезон сейчас кассовые сборы соберет и можно договариваться о гастролях спокойно, выездные такие. Ну, а что вы думаете вообще об этой ситуации? Смотрите, Народный фронт тоже, получается, своего депутата не сдал. Потому что и Дейдей, и Полякова это как бы депутаты. Пензальных своих отстоял. Да. Все-таки они сказали, что мы не дадим с наших депутатов медленно снимать неприкосновенность и оставаться только с одним мандатом. В одном мандате. Как бы кто не фантазировал. То есть, ты намекаешь на то, что все входят в неприкосновенности, а Розенглад в одном мандате. Уже да. Уже да. Получается, что на данный момент так оно и получилось. Хотя еще, кстати, впереди рассмотрение представителя, вы знаете, оппозиционного блока Михаила Добкина. Добкин, да. Но здесь, конечно, другая история. Великий человек, который... Да, потому что здесь чем-то напоминает опять-таки депутат оппозиционного блока, самая большая оппозиционная партия в парламенте. Да, потому что здесь, возможно, действительно определенные политические такие преследования, да, такие политические мотивы можно будет видны. Добкин не даст в руки так вот. Думаете, что Розенблата ждался? Так Розенблата сдали свои. Вот прилетает Воскресенье Тилерсон. Тилерсон прилетает. Как борьба с коррупцией? Вот, Розенблата. А тут приводит Розенблата, он весь в янтере. Так у него же глад. И он, как это, как судья Заварыч, янтерем там. Всю раду. Засевает. А Дубкин же он Карифан Кернеса, да? Наверное. Ну, по крайней мере, Кернес, да, писал ему тексты, да. Кернес же был, вот он же был... Ну конечно, но на другой стороне. Я думаю, первый допрос Розенблата будет проходить в янтерной комнате. Кстати, по Дубке, в общем, может быть, знаете, шутки шутками, а там же еще анонсированы и сференблата. Следующие по списку, да, то есть вот эти шеи, а дальше идут уже тоже и вилкул, и еще часть, как бы, таких одиозных личностей. Я вот вижу, что так, что некоторых все-таки потихонечку, как бы, лишают. Ну, два-то да. Незаметно. Пощипать оппозиционеров можно для баланса, явно будет. Поэтому я думаю, что действительно может все закончиться опять-таки избирательным правосудием, как бы тоже, что, я говорю, все равны перед законом, но есть немножечко ровнее своих, как бы, если ты СБПП или ты там... Все на всякий случай могут сдать, чтобы потом... Ну, знаешь, какую-то жертву принести? Да. Чтобы можно дальше было заниматься тем же Добкиным, да, и действительно оппозиционным. Я думаю, что разомбала, кстати, понимаешь, если бы он был списочник, был бы один вариант, тогда как все-таки он бажоритарщик, и слишком много говорил. Посчитали. Что да. Слишком много янтарных комнат накатил. Ну, то есть все, все... Или кому-то не дала янтарную комнату. Вот именно все. Понятно, ваша солидарность с депутатами, вы все-таки политологи, да. А вот я выражу эту солидарность, потому что все-таки Луценко, Луценко, да, он выступал не только там вот о миллионных состояниях, об каких-то там мощах святых бесценных, а еще же он постоянно вот как-то... У меня сейчас, по сути говоря, еще не посадка, но задержали же Гужву, да, просто его взяли там и какой-никакой, а просто редактор какого-то ресурса, который... Ну, конечно, не все из вас его читают, но иногда что-то пробивается к нам, ему что-то, ну, вынуждены читать. Ну, ваш известный YouTube там, где вообще пробивается... Ну, подождите, дело в том, что... Раз вы уже затронули эту чему... Человек Гужва, которого там, ну, вот я не знаю... Но дело в том, что Гужва ведь тоже был поп в списке у оппозиционного блока. Да? И тут... Да? В каком списке это все? В списке он... По списку он... Блотировался он оппозиционного блока. Точно, но он не попал уже, да? Вот, дело в другом, что... Теперь в другом списке. Мы, когда говорим, делаем... В списке светника. Да, делаем акценты, что ГПУ не первый раз передает приветы оппозиционному блоку, да? То есть, давайте вспомним и приветы Бойко, и дело Ефремова, и Новинского. Вот сейчас, если действительно дойдут уже руки там и до Вилкула, то это будет действительно уже целенаправленная, ну, если не травля определенная, но это явно будут политические мотивы. Тут же в чем фокус? Что почти все дела, которые вот были вынесены сейчас в регламенном комитете, так или иначе позиционировались не как дела за преступления, а именно политические преследования. Но это же все получается, там не хватило доказательной базы. С точки зрения депутатов. Ну да, с точки зрения депутатов. А тут окажется, что всего и хватит. Я вот об этом говорю. И может быть как раз действительно зачистит вот это просто поле оппозиционное все. Вполне может быть, что действительно Розенблата здесь будет выполнить такую роль, да, вот сменной карты. Баланс. В случае, чтобы дальше не было обвинений в политической предвзятости, да, по поводу дальнейших расследований против оппозиционного блока. Может быть сказать, смотрите, а может Розенблата тоже лишь проголосовали за то, чтобы снять… Когда у вас тема такая, ну понятно, что это называется сострадание какое-то. Как это? Помните, когда Луценко приходил по новинскому саппоблоку, да, вы носите это, с пониманием, лично. Там с помпой рассказывал, какие-то файлы демонстрировал, какие-то там картинки. Говорил о том, что вручили ему подозрения. Так вот. Невероятно сняли. Я же, по-моему, говорил у вас, что вот прошло больше чем полгода, но пидозов так и не вручили. То есть явно на лице того, что дело-то нет, есть только вот пшик вот этот вот, да, и по сути только политическое давление на оппозицию. Все. То есть они даже за полгода не смогли ничего найти, чтобы что-то предъявить. Кирилл, главное красивый пиар-повод, а дальше все остальное все потом. А ну да, надо. Воскресенье. Не, ну и Розенблата приведут. Мы уже определились. Если слове. Если слове. Леша, вы уже закончили весь этот список, нет? Нет. Андрей, вам это… Я, например, переживаю загуживать. Человек дает какой-то сюжет. Он на канале выступает, он с этой Светой. Я думаю, он захватит власть после этого. Какой сексистный. Я так, кстати. И они всегда вместе рассказывают нам. А депутаты, которых… Ну их знаете вы, потому что вы же там следите, как бы всматривались. Ну что они делают эти депутаты? Вот где там оппозиция? К чему они вообще в оппозиции находятся? За… Бюджет они голосовали, да. За бюджет голосовали. Против пенсионной реформа. Какие-то там… Да. Конечно. Да. Против того, чтобы вам выдавали пенсию в 65. Да. То есть они выступали против медицинских изменений. Лично от меня передайте спасибо тем, кто голосует. Все-таки это важно, да. Хорошо. Это… Если вы узрели там то, что называется политический заказ, ну так оно выглядит. Ну конечно… Что тут шутить остается. Зато теперь Порошенко сможет предъявить, да, вот господину Тиллерсену разумблату в янтаре. Да. Вот у меня… Нет, ну бывает же муха в янтаре, а будет разумблат в янтаре. Кстати да. Перстень с разумблатом. А вы хотите такой… Открывается такой шкафчик. Ларчик. Ларчик. Чудо-ларчик. А вот вам, пожалуйста, посмотрите, распишитесь. А вот вам… США. Хотите, экспортируем вам. Лональный кабинет поставить. Хотите, мы вам сейчас засеем янтарем, там придем. Да. В следующую тему как-то мы так уже… Почему? Это же… Вернемся. Генпрокурор теперь будет подавать. Мы уже определились, что генпрокурор будет подавать. Классическая фраза по поводу похода за правду. Да. За правдой пойдешь, да, ноги сотрешь. До Мазарей, да. Скажем так, корректно. Корректно, скажем. Там такое слово другое. Слово такое, чтобы… А у нас же… Андрей может сказать. Да, да. Андрей может. Андрей Семаш, ему ничего не страшно. У него нет неприкосновенности, нет мандата. И совести тоже нет. А, кстати, а вам не кажется, что вообще вот этот дискорд о неприкосновенности… Мы уже в какой-то мере это затранговали, он чем-то напоминает какой-то сексуальной идеи. Неприкосновенность… Это именно неприкасаемые к шатре, неприкасаемые… Ну просто смотри, надоторканисть, надоторканисть. Депутаты путают эти понятия, да, хотя надоторканисть это абсолютно как бы другое, да, из другой оперы. Не из Венской, а из Миланской. Я уже говорю, что целомудрие какое-то. Да. Кстати, там Мнайгем собирает людей для того, чтобы… Надоторканисть и надоторканисть. А чай и печеньки он раздает? Что он будет проверять? Да. С какой целью люди собираются? Ну пока… Наемский молодец, ты карьеру сделал, да? Анонсировал. Был же там где-то на подпевках «Усайка» Шустра. Где сейчас Шустра тот? А Наем нормально. И семья у нее тоже, насколько я понимаю, иногда… Я смотрю там в ютубе, да, показывают? Ну и вы тоже смотрите. Кого показывают? У вас странный ютуб этот, да? Наем. Семью Наема. Солько человек. Я любил, когда Наем, конечно, беседовал с Коломойским. Вот это всегда интересно. Кофе предлагал мне. Попить. Да. Кстати, переходя к Коломойскому… Наконец-то вот что-то такое… Живляш какой-то. Приватбанк – это чуть ли не основная на неделе была, помимо регламентного комитета. Да, да. Вот что вы скажете, да? Смотрите, наши западные креативы сказали четко. Первого июля не произошла реструктуризация долга. Деньги где? То есть приват… Виват-приват просто. Они отправили такой привет привату, да, и Украине, что если вы не реструктуризируете долги, то как бы… Атраншика не получите. Атраншика. Атраншика. Атраншика не получите. Атраншика. Атраншика. И вам любить телефона. И вы отправили. Естественно, я сразу начинаю звонить, волноваться. А там приятным таким голосом говорят, что вот… Нам очень важен ваш салат. Номер вашей карточки. Ну, расскажите. Естественно, я… Не я, но вот мои близкие люди. Не будем даже называть кто. Быстро продиктовали все. Хоп! И деньги сняли. Так что сейчас мне опять позвонили. Написали смс такой. Из привата почему-то. А много было денег? То есть пользуется денег немного было. Денег у нас много не бывает. Так приват теперь государственный. То есть я тебе, знаете, как им надоедаю? Все должны, ты не посевать. 50 миллиардов гривен. И просто пытайся как-то, ну… Приватов пристыдить. И что? Вот обращение ко всем. Не поддавайтесь. Только, только, да? Что-то можно делать. Раз карточек посмотрел, запомнил. Сфотографировал, выложил в фейсбук. Никому не сказал. Никому не сказал. Номер ни карточек. И все. И уже все защищены. Принимаю платежи смс-ками на благотворительность. И фамилию даже говорить не надо. Какой-то на карточек написано. Вот так лучше. Правильно. Это очень опасно люди. Это вот мошенники круговые. Чем отличается мошенник – это олигарх. Это масштабом, масштабом содеянного. Какая-то идея рефинансирована. Да, вот что из приватбанка. Идея неплохая. Я понимаю, что идея неплохая. Петрович сам и делился, да? У меня уже… Идеями только. Мошенники рефинансировали меня уже с этой вот карточки. Поэтому я очень, очень насторожен сейчас. Не, ну, смотрите. В чем как бы сэрбор, да? В том, что бывшие акционеры не вернули, да? С кредитом на 120 или даже 150 миллиардов гривен. Неплохая сумма. До 45, там, когда… То есть, чтобы произвести миллиардов, да? Да, да. То есть, это много… А налейно перенарисовать такое страшно. Да, от 4 до 6 миллиардов долларов. Да. Это сколько КамАЗов, вот так, на скидочку? Сука, транши. Ну, 6, мы уже посчитали. То есть, писать, что все нужно сделать, да? Чтобы получить такие транши. А тут просто человек там взял и получил. А как вам вот этот нюанс связан с тем, что… Они лежат явно просто в одном всего матрасе у Коломойска. Все поместилось, все КамАЗы в одном. Какой большой матрас, да? В одном матрасе. В Женеве. Ну, это уже… Я думаю, этим матрасом можно Женевское озеро нахерить. Андрей, вы что-то? Нет, я просто думаю, что главное… Я просто, вы уже 0 считаете. В финансовом капитале, спекулятивном, всех этих вот цифрах дутых, потому что там эти счета, движения. Главное, чтобы не было, как это, открытой диктатуры финансовой олигархии, да? А так, если скрытой, то нормально. То есть, если это поддавливает по чуть-чуть. Я думаю, Телеколомойский может возглавить МВФ или создать альтернативный МВФ и кредитовать там. Украину. Под сложный процесс. Нет, это будет какой-то кипрский банк, который вышел на Украину, да? И, кстати, а как вам вот эта идея Коломойского, да, по поводу сохранения своих активов, передать часть акций своим журналистам телеканала «1 плюс 1». Молодец, красава. Что можно тут еще сказать? Красавчик. Небезызвестным ведущим ТСН тоже они получили акцию. Да. Как вам? Действительно, нравится такая идея? Не носу, к сожалению. Давайте нам Максу Укрлайф вообще. Да, мы тоже хотим. Вот это, кстати. Давайте сбережем. И защитим Укрлайф, конечно. Вам доверие акцию, я думаю. Каждому по акции. Я вот подумаю, кстати, вам не приходится в жизни, да, вот Коломойский, Коломойский, там приват, банк, карточки, а прямые продажи, да, вот наш путь. Помните? Прямые продажи, нет? Нет, только кривые помним. Нет, когда вот, ну Александр, вы такая, ну, идет у себя женщина, Идут человек, амвэй, вам сегодня как бы только вот это нужно, и человек предлагает что-то. Вы предлагаете строить рубрику «Магазин на диване», имени Андрея Медлевна. Книжки будете продавать. Так что там с акциями, Андрей? С акциями пока мы не выпустили, да? Почему? Ну, надо проводить IPO. Нет, мы монетизированы, мы монетизированы, да? Да. И как у нас идут прямые, искренние какие-то месседжеры? Мы как судья Зваров, монетизированы, все на нас, да. Конечно, Коломойский еще о себе напомнит, да? Конечно. Я думаю, что этот спор с президентом, он не закончен. И мы-то помним, дело не в наеме, а о том, что все-таки встречается иногда же там, Петр Алексеевич, а как Коломойский мочитая? Я просто… Игорь Валерьевич. У меня такой был вообще выход ко мне. Игорь Валерьевич. Журналистка, мы снимаем там где-то… А вы забыли. А я вышел так, ну, с молодежью. Надо спросить у Медлёга. И она такая, буквально ко мне с микрофоном, один профессиональный такая, а вы какой канал? Так мне, да? А я говорю, а это пускай вам Игорь Валерьевич заплатит за интервью. Все. И все, она убежала. Ну, не то, что бежала, он так как-то недоволен был. Какие острослов-то, ну? Ну, я… Златоуст. А она такая, опа… Она хоп, один плюс один такой, а вы… Что, если бы там какую-то акцию одну хотя бы навесить Курлайф? Я бы такую взяла, акцию бросила. Помните? Слепакова. Возьмите. Андрей, а вы согласились бы, если вам Коломойский предложил акции? Я бы согласился сразу же, если бы были деньги какие-то. Не просто миллионером. Для развития у Курлайфа, для того, чтобы были у нас эксперт нормальные, платные, они такие вот… Курлайфом, хочу быть акционером, ОАО. Приходите. Бесплатные были до трех часов дня. Вы… Ну, приходят… Ну, приятные люди, умные, да? А были бы платные, сразу бы, как бы, по-другому говорили. По-другому себя бы велили. Андрей, вам просто нужно приглашать Эрзен Влад, он бы приезжал, знаете, и так… Да, щедро. Забрасывал вас. Да, здесь все на платформе. У нас абсолютно… Цветник не приезжал. Абсолютно разговор вот по душам всегда. Поэтому… Следующий, кому будут вращать подозрения Луценко, это будет Гройсман. Чего это? Ну, как, понимаете, по законам пиара… Нужно увеличить. Да, надо увеличить граждан. Да, потому что тут все провалилось, значит, надо перекрыть новым делом. Более еще скандально. А, я думаю, Молчан-Тахи-то как бы намекнул, да, что он подсиживает, подсиживает премьера. Нет, это он кидает ему все-таки идеи, потому что Луценко его лично читает. Надо готовить подозрения на Гройсмана, это будет суд века. Но… Была что-то переписка между Коломойским и Гройсманом, да? Да. Какие-то короткие. Телеграмма мод. Ну, не просто… Коломойский, точнее, написал письмо с Боголюбовым, да? Турецкому султану. Да. Почти, да. Они написали письмо на правительство. Вот больше бы… И на Валерию Бонтареву? Ну, знаешь, как бы, если бы это письмо, это уже не актуально. Ну, это как Трамп в Твиттере, так, пару как бы… Просто пару, и засекреченный Трамп. Ну, да. Вот смотрите, Сергей Александр, приятно, что в Украине не так много олигархов. Вот мы все знаем буквально по фамилиям. Ну, буквально там, ну, пять, да? Ну, так раз. Четыре-пять. Четыре-пять. А всех остальных мы не знаем. Поэтому, конечно… И остальные уже просто не в Украине. Ну, все, ну, и такие украинские тренды. Пташнов у Твиттере, знаешь? Да. Пташнов? Пташнов и вся. Пташнов. Пташнов. Выслит. Выслит. Выслит в Твиттере. Так что, конечно, не до смеха. Вот вкладчикам, которые, конечно… Почему-то вкладчики. Ну, просто взгрустнулось. Кто-то же вкладывается. Просто взгрустнулось. У меня, например, было как, да? У меня был срочный вклад, у меня был… Да, срывачный. Вклад как-то, свадебный вклад, да? Оооо, серебряные ложки заложили в банк, это что? У меня была нормальная сбер-книжка. То есть, хранить деньги в сберегательной кассе. Не-не, я говорю сберегательной кассой, еще когда советское время… Подождите, а я думал, а свадебный кредит вы брали? Нет, кстати, вы вот… Хорошая тема, да? Очень коротко, Александр. Я боюсь, что… Ну, давайте, я посплю пока. Я первый свой костюм на свадьбу, да? Тройку. Да. Тройку. Вы думаете, где покупал, да? Я на травы в магазин сдавал травы, мне выдавали талоны, я купил на травы. Травы – это не я находил. Сейчас берут кредиты на БМВ тройка, а он на костюм. Что это были за травы? Травы – это после ягод, после ягод, рядом с ягодами на поляне есть травы, да? Правильно. Целебные травы. Люди сдавали травы, они их сушили, а я покупал талоны, чтобы потом мне купить костюм. Так что… Ну, это я к тому, что деньги… Такая нехитрая схема. Были аккредитивы, сберегательные кассы, были нормальные. Два-три процента. Все это хранилось надежно до девяносто первого года. А потом раз… А вы травы как в коробках, в пакетах? Вы в чем их там продаете? Мне уже талоны дали, талоны уже… Вот. Накодилер такой, знаешь, подрастающий. Я купил на травы первый свой костюм. Ну да, трагодилер. А сейчас уже и ни трав, ни костюм, а все. И все, драга нет. В банках не все у нас стоят деньги. А приуротное зелье у вас было? Не, ну если у Андрея были карты Таро, Идзин был, да? Что ты думаешь, что он на зверобое не мог заработать на костюм? Леша, второй меня не впутывает. А, все, второй нет. Только Идзин. То есть, папочка в КГВ была на него, да? Ну, что же после такой-то бурной мобби. Сейчас я даже не знаю, в какому банку вы доверяете. Недавно пошел я со своей карточкой, у меня есть просто заплатная, небольшая карточка. Не будем говорить о банке. Да. Ну, кстати, не обязательно пиарить, да? Пошел и рассчитался в новом винном подвальчике. Может, увидел человека. А, это же вашим известным. Да, да. И я рассчитался, а хопа, не проходит карточка. Да, мы помним про ваш этот рассказ. Есть же решение это, да? Я просто позвонил, через неделю обошел все уже в службу поддержки. И мне говорят, банк заподозрил, что это не вы рассчитываетесь. Нетипичный платеж. Я говорю, как это нетипичный? Ну, обычно вы портфель покупаете в пластиковом пакете, а тут в бутылке прям, говорит, непорядок. 90 гривен за бокал хотел я рассчитаться. Это шикует. А тут да. Нетипичный платеж. Нет, просто обычно вы расплачиваете здесь. Понимаете, у вас место транзакции все, только вот здесь. А тут почему-то какие-то другие пошли места. Да, то есть другие подвальчики оказались уже локализацией. Вы просто не понимаете, что можно переоборудовать студию в винный погреб. Да. Вы же совсем по-другому. Там вот эта штука уходит, Саша. Причем другие декорации. Нет, нет, нет. Я рассказал все по телефону о себе. Все рассказал ему, то есть вот этому человеку, да? Ну, то есть все подробно. Про карточку рассказал, про себя. А что за человек такой? Ну, который из банка службы поддержки. Наверное. Который заблокировал карточку мою, да? А потом он говорит, так может так и банк извинится передо мной? И такая, пи-пи, губки. А он говорит, банк заботится о вашей безопасности. Понимаете как? Так что в каком-то смысле Коломойский заботится о безопасности всех плачеков. Никакой не Коломойский, он же давно государственный. Приват уже государственный. Да, я знаю, но он заботится. Теперь шлопак, шлопак беспокоится, да. Шлопак, исполняющий обязанности. Кстати, а вы знаете эту шутку, да, вот крымскую шутку? Как там позаботился Коломойский? Вы же не знаете? Нет, крымскую шутку не знаете. Никто не знает этого. Ну, жгите, жгите. Старая крымская шутка уже. Да все, все пенсионные сбережения у людей же в Крыму были в привате. Все, и что? И что? И где? А где шутка? Я не понял. Вот там, где шутка, там и деньги. Слушай, это было. Смотрите, новая грань острота юмора просто. Но у нас еще как бы тема... Нет, а когда Крым же украинский, по идее, это что же, теперь национализирован же банк приват. Шутка, я же докачиваю, чтобы... А то вот так и смирили, да? Да крутите. То есть, вот это вот все эти пенсии теперь украинским людям, которые живут в Крыму с украинскими паспортами, у некоторых есть уже и российские, да? Они как-то почему-то зачем? Второй паспорт, тоже непонятно им. По украинским паспортам, если банк стал нашим, они могут получать теперь дальше пенсию. Ну да. Я думаю так. То есть, вот если кто-то из Крыма нас лучше, информация же свежая, да? Поразвони на горячую линию пенсионного флата. Да нет, зовите просто Миклёва. Кабмин, он как раз все на реформу протащил. Александр, это первый пус, арестольская логия. Помните, силлогизм и все эти фигуры, да? Вот, арестольская. Арестольская. Смотрите, у нас еще есть вопрос. Визит Гройсмана в Британию. Начинается. Вот как вы оцените вообще этот эпохальный... Безвиз дают? Велика Британию на велике показаться? Безвиз дают. Не понятно. Британские вижу, там сложнее, там же нет такого. Конечно, там на них Шенген не распространялся. Я думаю, что ему-то нормально. Дали, да? Он поедет. Большую визу. А что заедет? А потому, что дешевые билеты на визе и реглона... И Райан Эйр там открывает еще рейсы на недалеку. Нет, насколько я понимаю, у нас как-то вообще повестка дня многих политиков застряла в 70-х годах. У нас все политики, вот другие страны, наоборот, уменьшают... Уменьшают зоны свободной торговли. Вот США вообще выходят из многих... А у нас есть где-то только подписывают. То есть, то, что было актуально в других странах мира в 70-х, у нас актуально сейчас. Гроссман приехал обсуждать... Он так волны просто докатываются. Теориовал. Точно, да. И Гроссман приехал обсуждать вот эту тему зоны свободной торговли с Британией. И вообще, это очень странно выглядит, учитывая, что Британия сейчас занимается Brexit-ом. То есть, какой-то сепаратный договор. Это так напоминало. То есть... Пакт о ненападении? То есть, зачем? Может быть, пусть Британия разберется уже с этим ЕС. Тогда уже может быть. Волны, это кто Флеру. Ты же знаешь. Это надо читать первые спешки. Во-первых, он может поехать по туннелю, да? Вот Ла-Манш, по Деколе. Ну, наверное, ну... А если его примут за... Он по туннелю ехал. Из Киева туннель. А если его примут за... Из Киева туннель. Он уехал в Петербург, а приехал в Ленинград, да? То есть, как бы вот в 70-х. Лондонград. Вот смотрите, надо признать... Если это временной портал. Все-таки есть туннель. Не, надо признать, что туннель все-таки построили, да? Да. Потому что... Надо признать. Даже во времена... Столетия, столетия революции, сейчас бы как я бы сказал, да? Конечно, да. И помните, они же говорят... Они говорят, что в отличие от нас, у нас все декоммунизировано все, да? А когда строят туннель, англичане с французами, там же какие-то фирмы-подрядчики, да? Они вывесили лозунг ленинский, что вот... Это будет возможно только при... И вот дальше они... Кому не изменил? Нет. Это такое, что все-таки Соединенные Штаты Европы, да? И туннель построили... И капитализм, против которого бастают в Гамбурге. Да. Только при капитализме. Ленина была как наше по-другому. Но надо, кстати, восстановить. Вот этот лозунг может даже... Вы подозреваете, что Гройсман поехал бы по туннелю посмотреть, да? Вот на эти все... А именно отметиться, что сто лет туннель есть... Тут был Гройсман написать, да? На стенке выцарапать. Но вы вообще... Представляете, да, туннель под Ла-Маншем? Я не могу представить. То есть я могу представить... Плохо с воображением. Есть люди, которые в гидрокостюме переплывают Ла-Маншем. Но я был в туннеле под Босфором. Да? Там покороче, может, да? Ну, Мармарей. Ну, покороче, покороче, Леш. Ну, он очень уникальный, да? Вот между двумя континентами. Там тут просто между Британией и Францией. Это время вашего визита в Константинополь? Ну, он сказал, государственный или коммерческий? Шубтур. А тут между, как бы, Европой и Азией все-таки... Но вы же не помните, сколько расстояния там. Не помню. Сколько ты кожаных курт так привез? Да. Оттуда на себе. Из азиатской части. Немножко Якубина на этот счет, кстати, да. Да. Но я хожу медленно, так вы понимаете, что пару сумок есть. А с Лешей это все в штуках, как бы. И куртки, и травы, и фортсигары. Но туннели, кстати, это всегда интересно. Вот где же... И вы любите туннели. У нас что, получается, в Киеве, да, с туннелями? У нас ничего. И очень. Ливнев, который недавно... У нас туннели только на границе, вы знаете. Там контрабанда, сигареты возят в туннели. Точно, точно. И все, больше у нас туннелей никаких. А на каком вот это заявление Гройсман, что у нас приватизацию будет теперь делать по английскому праву? Слушай, суд в Лондоне, это еще не значит правоохранительная система Украины. Точно так же и здесь. Я еще думаю, что он здесь... У него же дети есть, да? Я думаю, Гройсман не сильно понимает разница между там английское право, римское право. Нет. Это все как бы... Нет, чтобы я вот пожелал Гройсман, да? А нам до полного счастья не хватало только еще мантьей, париков и что вообще было что-то совсем... А я представляю, кстати, порубья можно в этом, в парике. Порубья? На реке. И кружевные панталоны обязательно. В целом свободно торговли. А Герасенко в кокошнике. И в кокошнике. Мне нравится такое телевизита. Ты про Антона, я надеюсь. Я вот думал, Лондон и Гройсман, да, вот что? Ну, после туннеля. Лондон и Гройсман. Как что, пойдете? Думаю, что он сразу на колесо обозрения же. Потому что... Покрутиться? Просто обозреть. Обозреть. Потому что Киев же нет в колесо обозрения. Ну, конечно, чайку попить, да, и время сравнить. И канализ к королеве на печенье. А, по-моему, она этого не приняла. С королевой гулял в Трюдо. Все, она была занята. Саша, вот он уже привел, да? Туннелей в Киеве нет. Да. Колесо маленькое. Поэтому два главных, как бы, вещи. Колесо маленькое. Колесо маленькое. Колесо маленькое. Все-все-все. Кличко знаю, как из маленького взять большое. Андрей, ну так вот это, кстати, может быть, иммуновационное предложение. Построить какое-то большое колесо и крутить. Не-не-не-не. А напротив колеса Трамп Тауэр должен быть. Обязательно. Без этого никак. Я хочу, чтобы нас крутнули еще на колесе. Нас крутили. Ничего там не произойдет. А что мог действительно такого Гройсмана видеть, такого уникального в Англии? Как вы думаете? Чем он там впечатлялся? Саша была в Англии, она знает. Саша, не была в Англии? Не знаю. Я думаю, может этот, как это, виски шотландский. Шотландский виски? Да. Астроном, да? Ирландский эль. Астроном, да? Туннель, как сказал Андрей. Колесо. Как бороться с шотландским сепаратизмом? Вот. Как выйти? А, он мог провести проект Стена. Вот это, кстати, интересный такой ход, да? Насчет сепаратизма этого. Там же очень все непросто было. Несколько лет, когда Би-Би-Би-Си. Ну, слушай, ну почему? Как Горбачев спрашивал, кто убил Лору Паунар, это было нормально. Понимаешь? Реально был один вопрос, когда все сидели на Синпиксе и говорят, кто убил Лору Паунар? Так и тут. Приехал, говорит, когда будет новый сезон Шерлока? Мы ждем. Мы ждем, да. Это самый важный вопрос. Мы хотим вдохновляться. Мы на Кабмине вообще в пятницу не можем решить. У нас же известно, что многие политики копируют, например, сериал, как «Карточный домик». Мы уже обсуждали, что Мартининка похожа. Так вот, Гройсман, может, поехал, действительно, может, он вдохновляется, кстати, вот с Шерлоком Холмсом. Ну да. Он так приехал узнать, что там. Шерлок Холмсом. Трубку покурить. Тем более, что, кстати, оригинал «Карточного домика», это английская книга, написал английский писатель. Леша, я смотрю, режиссеров английских, но хотя бы там пересматривай Петра Гринуэя. То есть нормальный «Карточный домик». То есть перерывы между вашим ютубом загадочкой и еще что-то нормальное смотрите? Иногда нет, это старое кино. Но, в целом, конечно, Гройсман, только респект. Человек посмотрит, Лондон нормальный, да? За нас с вами счет. Самое старое метро, да? Вот он в Киеве, небось, метро не решается ездить. А там точно спустился. В Харькове он катался и в Киеве. Катался. Во-вторых, он там может зайти ВКонтакте посидеть. Вот. Помыться в горячей воде, потому что в Киеве ее нет. Вот. То есть вскусить все блага западной цивилизации. И я даже искал предложить, Кирилл, кто знает, вдруг он в гости сходит. Вот я видел программы других каналов, да? В гости. Снимают дома наших олигархов, которые в Лондоне живут. К Кахметову? Да. Или к Пинчаку. И там тоже, да? Его же дом. Кстати, да. Там можно... Проверить записку на Серова. Там можно, кстати, проверить на Серова. Проверить на Серова. Проверить Анищенко. Пока ты с ним на лошадях. Так вот мы и поняли цель визита, да? Это вам не на колесе и не в метро. Да. Это корпоративный тур. Да. И не в туннеле. Как оказывается. Там вывезти с Ахметовым новую формулу не Роттердам плюс, а Лондон плюс. Плюс. Плюс-плюс? Ну еще... Плюс-плюс это уже к Коломойскому. От Роттердама до Лондона же расстояние. Важно тоже как-то покрывать. Вот. А потом на обратном пути залететь в Женеву Коломойскую. Женеву? Должно же быть какой-то потом. Главное, что их немного, да? Олигархов у нас. Петр Алексеевич сказал, что все должны лететь в Братиславу пить кофе. А в оперу? Вену. Это уже без издержки. Кофе в опере дороже. Я не знаю, как вы, но для меня, конечно, Британия, перо, считаю, это на дорог музыка. Это все жег музыки. Я не знаю, что служить Грозьмин. Вот на чем, на какой музыке рос, да? Ну как? Представьте себе, Веницкий рынок. Девяностые годы. Ну что там могло звучать? Конечно. Ну что звучало Веницкий? Конечно. На Ленинском рынке. А почему у них группа Грибы? Нет, я думаю, там звучали как бы такие… Шлягеры. Шлягеры, да. Известные. Юра Шатунов. Шатунов. Вот. Андрей подумал. Мы даже не знаем по-настоящему вкусов наших лидеров. И слава Богу. Ни премьера, ни вот… Лукценко тоже вот он никогда не обнаруживает своих… И страсти. Только когда… Ей декларация, вдруг раз обнаруживается там… Нет. У Юрия Витальевича… Коллекция оружия. А все понятно. Он любит какие-нибудь книги, аудио. А может быть, он же тоже был закрыт в каком-то смысле, да? И там же свой фольклор, своя музыка. Твоя стихия может сказать. Нелос. Ненадолго. Он же читал. Ну, как… Ну, человек великий, что тут говорит. Ну, то есть, у него любимое, да? Радио, шансон. Андрей, это Гройсман великий. Да. Мы живем в стране, где есть великие люди. Не, ну, Гройсман так. Это даже большой человек. Долгий и великий. Гройсман. Кстати, сегодня я захожу. Реклама, да? А там выгрывается? Нет. Покупаю сюда в магазинах. Вафли Артек. Ну, просто Артек. Хотя, может, уже нельзя? Нет. Ну, Артек все равно. Раз. Вафли Артек. Свиточ, свиточи. Раз. Артек Рошен. Есть уже Артек Рошен? А должно было быть вафли Артек Буховель. Я купил сегодня вафель. Ну, а что делать? Артек Рошен купил. Попробовал. А вот свиточ вы не брали? Свиточ я беру все время. Излично сравнить. И как? Пока непонятно. Не распробовал. Надо еще попробовать раз. Поэтому, как сказать, что касается великих людей в нашей стране, их немного. Да. В сравнении с Россией, да? Там же 250 олигархов, говорят. Сколько? Они там под Путиным. Ну, так, не знаю, вчера эксперты. Цветы. Ну, около, около. А у нас 4-4-5 и в Лондоне все живут. Поэтому раз. Некоторые живут в Монако. Просто компактно. Экономят время. Некоторые в Монако живут. Монако. Да. Есть и такие, да? Это кто? Ну, в каком из ресторанов Монако, непонятно. Есть такие. В Вене живут. Господа, предлагаю закругляться. Это уже. Ну, какой-то последний такой, знаете, посыл. Все же связаны с тем, что мы в этом городе, в отличие, скажем, от Гройсмана в Лондоне, да? Можем купаться в открытом водоеме. Вот просто открытый водоем. И вот, не знаю, там в Темзе, да? Не очень. А тут, смотрите, Днепр. То есть, идея такая, что все-таки купаться выше по течению. Да? Ближе к Чернобыле. Ближе границы белорусской. Городская черта. Александр не любит это дело. А я люблю. Там есть такие бакины. Главное, ну, бакины, это такое, как поплоток большой, где вы там фарвартов наметили. Не спутайте меня, Кирилл, да? Фарватер. То есть, именно до баки она может доплыть и обратно. И я вот хотел скупаться уже давно. Уже июль месяц, да? Подышь-то горячее нет. Да. Хотел вот у вас узнать просто, насколько вы доходите время для купания в черте города и где вы купаетесь? Александр может не отвечать. А вы, кстати, как отметили Ивана Купала? Должно накупались? Иван Купаловой. Это как-то вот... Чем молчан замечательно, да? Зимой он купается в проруби на один религиозный праздник, а летом у него другой. Ивана Купала тоже. Это же языческий праздник, да? Он же языческий. Кирилл празднует. Там же девушки, венки, я знаю. Кирилл у него же, понятно. И это правильно. Ну, где купаться в Киеве? Вот он вопрос для всех. Ну, как где? В бассейне. В бассейне юность. Фонтаны на Крещателе еще включили. Фонтаны же, да? Фонтаны тоже. Ну, вот на этой такой ноте, может быть, золотой ворота фонтан тоже, да? Да, конечно. И не штрафуют, что очень важно сейчас. Сейчас уже не штрафуют за то, что зашел. А в Батуми есть фонтан из чачи. Да ладно. Да. Цветомузыкальный? Сразу чача, еще музыки и песни. До этого дела не доходит, да? Ну, я думаю, что да. Тогда пожелаем всем нашим тоже выращивать цветы, садить цветы, поливать их. И главное иметь какую-то, я бы сказал, моральную неприкосновенность, Потому что есть вещи, которые все-таки… А моральную можете иметь. Вот помните, Александр, да? Это же максимум. Ничто нечеловеческое нам не чуждо. Это кто-то из философов, да? Да. Андрей Грусман, кажется. Нечеловеческое, как вы говорили. И вот на этом, я думаю, такой прекрасный нот. Поэтому юмор такой здесь есть. Да. Тихий. До следующих встреч.